Всем привет дорогие друзья, сегодня воскресенье. Слушайте, вот недаром мы живем в России, Роскомнадзор в нашей стране оказывается борется с фейками при помощи фейков. Сейчас объясню. Дело в том, что данное ведомство РКН в пятницу буквально опубликовало у себя на официальном сайте список интернет-ресурсов, которые, по их мнению, по мнению Генеральной прокуратуры, неоднократно, и это очень важно, потом объясню почему, опубликовали у себя на ресурсах информацию, не соответствующую действительности, то есть фейковую информацию, 27 ресурсов всего в этом перечне, и на одной из строчек оказались мои коллеги из телекомпании Крик ТВ, точнее не сам телеканал Крик ТВ, их информационный портал, интернет-ресурс Крик Ньюс. Речь идет о видео о наводнении в Тулуне, об одном единственном видео и двумя комментариями. Под этим видео Генпрокуратура и Роскомнадзор сочли это тремя нарушениями одновременно, и вот, значит, вынесли Крик Ньюс в этот самый перечень. Хотя, они не могли не знать, что согласно закону о средствах массовой информации, официально зарегистрированные СМИ, никоим является Крик ТВ, а значит и Крик Ньюс, не несут ответственности за комментарии пользователей под своими публикациями. Такое разъяснение Верховный суд Российской Федерации дал еще в 2010 году, почему пришлось давать разъяснение, потому что закон о СМИ был принят значительно раньше, чем появился интернет, вот, и потребовались некие коррективы в 2010 году. Верховный суд России такое разъяснение дал. Само собой, разумеется, повторюсь, что в Роскомнадзоре, в Генеральной прокуратуре не могли об этом не знать, поэтому, когда, значит, они вносили Крик Ньюс в этот самый перечень, они уже нарушили закон, они уже обманули граждан России. Второй момент, почему я там выше акцентировал ваше внимание на слове неоднократное распространение фейковой информации. Дело в том, что речь идет, повторюсь, об одном единственном видеоматериале. Да, под ним нашли два каких-то комментария, которые кому-то не понравились, но возможно ли в данном случае говорить о неоднократном распространении? По-моему, все вполне себе очевидно. Повторюсь, ну, слушайте, в замечательной стране мы живем, если у нас Роскомнадзор, который борется с фейками, Генеральная прокуратура, то есть люди, которые официально должны бороться с фейками, сами эти же фейки и распространяют. Сегодня вечером, кстати, в прямом эфире на стриме мы эту тему поднимем, очень основательно о ней поговорим. Гость мой будет мой коллега, телевизионный журналист, пока не буду говорить, кто. Ну, а ребята с Крик ТВ, я очень надеюсь, обратятся в суд и защитят свою честь и достоинство. Хорошего дня!